Добрый день! Сегодня у нас очередное чудо-юзо от компании Lanlan. Не так давно были достаточно интересные пирамидки и достаточно сложные, которые я пока отложил. И это из той же серии. Сначала купил, потом разбираюсь. Причем, когда я покупал эту головоломку, которая называется Gemini 4 угла или Fog Corners, я не вспомнил, что от компании Dayan были похожие, но с большим количеством разрезов. У них труднопроизносимые названия, поэтому я стараться не буду. Вот вам картинки слева и справа. Это две головоломки от Dayan. В одной чуть больше разрезов, во второй еще больше. То есть, по сути, можно считать, что это забандажная версия какой-то из них. Изобретатель Дэвид Питчер, производитель Lanlan. И посмотрим, что из этого получилось. Коробочка в очередной раз без каких-либо опознавательных знаков, поэтому на ней останавливаться не будем. Инструкции, как водится на сложных головоломках, нет. Но они для того и придуманы, чтобы голову поломать. Это не скоростные вещи. Мне все-таки кажется, что вот эта головоломка легче, чем Dayan версии. Ну, здесь все-таки меньше возможностей для перемешивания. Вот сама эта головоломка внешне похожа на EVCube. Или на версию, опять же, того же Питчера с X-Spot. Вот мы видим обычный EVCube от Moffango. А вот это того же Moffango, но уже совместно с Питчером с X-Spot, который, ну, по сути, тот же EVCube. Да, и некоторые элементы мне показались схожими. Если вот здесь вот вращается такой уголок, то здесь кажется, что тоже можно. По первым впечатлениям можно было представить, что это, ну, какая-то версия EVCube. Но, однако, нет. То есть, если пробовать вращать вот так, мы повернем только вот этот кусочек. И достаточно трудно оно вращается. Можно повернуть вот здесь. И, как не трудно догадаться, если поворот не завершить, то можно вот повращать следующий. И сразу становится понятно, что головоломка меняет форму. Причем, можно с изменением формы просто обменяться элементами. Можно ее разместить в такой хаос, что станет страшным. Ну, этого я пока делать не буду. Просто посмотрим. Здесь есть вот уголки, которые, пока я не понял, с чем они будут вращаться. То есть, вот мы каким-то образом все это выставляем. То есть, возможно, вот этот уголок совсем неподвижный. То есть, вот эти уголки, которые на вращающихся частях находятся, понятно, они будут двигаться, каким-то образом перемешиваться. Вот этот уголок, он на трех вращающих деталях одновременно находится. Можно повернуть так. Повернуть вот так. Дальше. Непонятно, как поворачивать. Ну, я пока не собирал и полностью не перемешивал. И пока мне непонятно, как будет перемешиваться вот этот уголок. Возможно, что и не будет, если кто-то собирал. Опять же, напишите в комментариях. Эта гломка, скорее всего, тоже пока встанет на полочку вместе с теми пирамидками. Кловер пирамидка, с которой. И как-нибудь, как-нибудь, потом я к ней вернусь. Ну и, видимо, стоит прикупить, если понравятся, те версии от Даяна. Они, кстати, стоят примерно в два раза дороже, чем этот Гимини. И четыре угла. Может, четыре угла потому и называется, что четыре подвижных, четыре неподвижных. Давайте посчитаем. Вот этот кажется неподвижным. Вот этот. Вот этот. Вот эти четыре угла. Кажется, что они неподвижные. Ну, по крайней мере, я не увидел, как они вращаются. Вот эти четыре. Эти подвижные. Ну, возможно, в этом и кроется смысл головоломки. Изобретена она, как я понимаю, давно. Петчерк придумал ее. Где-то выложил на форумах. Только сейчас у производителей появилось желание реализовать это все в пластике. Ну, это обычный пластик Lanlan. Достаточно жесткий. Lanlan молодцы. И они поняли, что их как раз ниша – это достаточно сложные головоломки, но не скоростные. Вот в таком вот исполнении они их делают. Я уже давно не видел каких-либо новинок. Именно там 3х3, 2х2. Хотя у них они были. Ну, двушки точно были. С кьюбы. Ну, очень плохого качества. Ну, не скоростные. Хотя вот кубой 3х3х2 от Lanlan вполне хорош. Именно на нем я поставил сингл 10 секунд. Ну, это крутится пока вот так вот. Туговато. Вот такая вот головоломка. Если кому-то интересно обратить на нее внимание, Петчер и Lanlan старались, чтобы ее сделать. Когда я соберу, конечно, подумать над обучающим видео. Но это будет вряд ли в ближайшее время. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.